Всем здравствуйте! Сегодня я вместе со Статениной Алисей Владимировной. Алисей Владимировна, добрый день! Добрый день! Скажите, как в Еврошам решается проблема при области шеи? Шея – это тонкая кожа, довольно-таки которая подвержена старению. И мы можем эту проблему решить тремя способами. Первый способ – это терапевтический. Способ показан всем, без исключения. Крайне редко бывают в этом способе у нас какие-то противопоказания. Физиопроцедуры. У нас шикарное просто оборудование. Это RF-лифтинг, термолифтинг, виталазер, который может нам помочь бороться с этой проблемой. Здесь мы учитываем противопоказания пациента к данным процедурам и его особенности. И третий метод – это инъекционный. Также с учетом всех норм, это противопоказания, индивидуальная непереносимость препарата. Мы подбираем все это конкретно к пациенту. И уже обговариваем, что мы можем сделать на сегодняшний день. Что лучше для пациента. Или что-то совмещаем даже. Все три варианта. Можно сказать, что один из этих методов какой-то более эффективный? Нет, мы так не можем говорить. У нас есть, допустим, эффективные процедуры, но они являются противопоказанием к данному пациенту. Повторю опять же. И опять же, есть процедуры, которые мы с реабилитацией называем. Эти процедуры, когда человек должен быть готов к тому, что на следующий день у него будут синяки. Какие-то такие, ну, не очень приятные внешнему виду последствия. Поэтому на индивидуальных консультациях мы про это обязательно будем говорить. Олеся Владимировна, вот Вы сейчас сказали про аппаратные методики. Как много и как часто их нужно делать, чтобы эффект действительно был заметен? Обычно все физиопроцедуры это курсовые процедуры. А в зависимости от того, какой аппарат, мы назначаем курс индивидуально. Мы говорим, например, если витолаза, это может быть 6-8 процедур. Термолифтинг это 3-5. И шестую мы смотрим, смысл есть назначать или нет. И РФ-лифтинг там уже варьируется и от возраста, то есть от 6 до 12 процедур может быть. И от состояния кожи, потому что кому-то нужен интенсивный восстанавливающий курс. А кому-то просто поддерживающий тонус кожи. И как надолго хватает этого эффекта после курсовки? В среднем, в зависимости все от оборудования, то, что мы делаем. Но вот если мы говорим о витолазере, то обычно 2 раза в год хорошо сделать такую курсовочку. РФ-лифтинг хватает на год, ну а термолифтинг это до 3 лет даже эффект держится. Вы также сказали про терапевтические способы коррекции этой проблемы. Что это такое? Это уходовые процедуры, это массаж, маска, пилинг, всевозможные могут быть. Гальваника, допустим, ампульное введение, да, при помощи гальванического тока. Это в принципе показано любой женщине, любому мужчине. Это уходовые процедуры. И очень хорошо, если они это делают хотя бы 1 раз в месяц. У специалиста именно. И подчеркну, домашний уход не нужно путать с уходом салона или клиники. Потому что это специальные маски, специальные пилинги, которые разработаны именно в условиях клиники. Олеся Владимировна, почему тогда проблему дряблости шеи нужно решать именно в Еврошадне? Первое скажу почему. Это безопасность. То есть все сертифицировано. Специалисты специально подготовленные обучаются именно у преподавателей и брендов, которые производят данные процедуры и данные препараты. Они все имеют сертификаты, которые должны быть, и они допущены к этим процедурам. И индивидуальный подход, естественно, к пациенту. Олеся Владимировна, спасибо большое. Пожалуйста, ждем всех в нашу клинику. Продолжение следует...